доброе утро ребятки я иду несу ларишки штаны и подгузник будем сейчас выбирать домик на колодец потому что его мы будем заказывать отдельно еще не успели это сделать потом пойдем обедать уже время обеда и на первый сон поспала покажет где колодец покажет антиков туда ручка где будет как бабушка показала вот так бабушка сказала молодец я просто другую окошко перешло я нашла на чердаке еще склад своих магнитов просто посмотрите во что превратился наш холодильник я решила вот так плотно его заклеить иногда вставляя вот такие а вот здесь сбоку примастились магниты из тех мест где я была до к вида и поток влезла хорошие были времена германия швеция эстония греция кипр что-нибудь наверное забыла не знаю может не забыл не помню рассказывала я или нет но я уже около года являюсь клиентом тинькофф банк именно благодаря этому банку мы оформили рассрочку на кухню когда делали ремонт так вот у тинькофф сейчас есть очень классная карта тинькофф платину она идеально подходит для оформления крупных покупок почему у нее кредитный лимит до 1 миллиона рублей при этом беспроцентный период до 55 дней кроме того вы получаете кэшбэк на все покупки если эта покупка у партнера банка то вы получите кэшбэк до 30 процентов а если же это обычная покупка то тогда один процент кэшбэк возвращается бонусами пополнять карту вы можете бесплатно в банкоматах любых банков ну и кроме того вы можете переводить деньги с карты до 50 тысяч рублей в банке в любые другие банки ежемесячно если у вас нет подписки тинькофф про и до 100 тысяч рублей если у вас такая подписка есть в общем карточку очень удобно особенно когда планируются большие траты ссылку на оформление карты я оставляю внизу под видео обязательно воспользуйтесь если у вас есть такая необходимость и еще я совершенно забыла это сказать при оформлении карты по ссылке для вас будет действовать вечное бесплатное обслуживание подробности условий также внизу под видео я решила позаниматься спортом легла на коврик я отлично позанималась свои полчаса хотела больше на маму предложил выйти на речку вот прям сейчас поэтому мы собрались и как раз с удовольствием окунусь я вся мокрая прокачала сегодня пресс и пятую дочку свои самые проблемные зоны вот до сих пор отдышаться не могу сейчас еще арена на себе поношу а вот и после этого после этого буду ее кормить и укладывать погода распогодилась солнышко тепло что тебе не нравится тут сидеть я понимаю сейчас бабушка подойдет и пойдем посмотрим как там речка в ряд еще мельче стало ну в общем на переходе воды у нас уже посчитывается хотя порой бывает по бедров он нами там уже поглубки и мерки не мама пасется в кустах у нас дикая малина везде вдоль речки растет и наша домашняя садовая она уже почти отошла там очень мало ягод и они уже не такие вкусные как в июле были вот лесная малина как раз сейчас в расцвете артемий сделал грузовик на речку он переплыл на переход переплыл арина делает вид что она сейчас заснет я не разрешаю а ты ее окуни что-то вода такая холодная не знаю я себя окуну наоборот нравится такая вода может без грузовиком ну да это посинение до посинения купаешься и потом весь трясешься я искупалась арина купать не стала потому что вода просто удивительно бодрящее знаете как в начале лета было холодно холодно не сколько там градусов 14 16 я не знаю я никогда не знаю сколько градусов на шарике надо надо принести термометр просто в речку бухнуть посмотреть теперь задача дойти до дома так чтобы арина не уснула чтобы ее еще покормить не знаю получится или нет тут я в мокром купальнике я не сонно тоже будет от меня мокрая о хорошо она освежилась я у вас знаете что спросить хотела в общем алишер на дочину хотел подарить мне новый телефон вот и я сказала что давай не сейчас давай в сентябре потому что я все-таки останусь преданным поклонником айфонов и в сентябре выходит последняя модель но последнюю вряд ли мы будем брать я не люблю брать самую новую модель потому что они обычно стоят мы прямо космических денег а разница с предыдущей обычно очень маленькая но если выходит новое соответственно предыдущие падают в цене вот поэтому кто из вас пользуется айфонами или ждет свежую модель скажите мне что лучше брать потому что я выбираю сейчас между 13 и 14 про ну 13 про или 14 про или надо вообще новую брать счетом особенного в новый я вот не знаю насколько сильно 13 и 14 различаются я так погуглила вроде разница не очень большая чем я вот не знаю чего брать но в сентябре обновлю гаджет а то мне блин опять не хватает памяти я каждый раз беру айфон с большим количеством памяти вообще начинала с телефона в котором 16 гигабайт памяти сейчас у меня 120 сколько-то там по меркам блогеров это очень мало и я постоянно чищу память но у меня реально пол телефона это 60 гигов занимает только приложение потому что у меня очень много их и я ими всеми пользуюсь прям реально у меня ненужного нет в телефоне я же постоянно еще видео снимаю на общем забивается на 1 2 поэтому буду брать минимум 256 гигов вот но какую модель точно вот уже такую где есть эффект кино съемки в видео мне прям это очень понравилась вот эта идея и ради этого собственно я и хочу на мой телефон надо посмотреть какие еще там есть преимущество блин тут такое место этот один раз чуть не упала потому что блин и скользкая причем в воде но вода такая прозрачная вообще ребята ну просто ну посмотрите ну все видно раньше такого не было давай пока пока артемий пошел камели не надо трубу шатать ты что прорвет водопровод да это последняя сопля твоя если это прорвет поверь мне бабушка придет завяжет тебя в узел вокруг трубы и так тебя и оставим что птичей не было класс мама моет бак арина тут сидит не она прилегла я уложила детей спать причем уложила в 99 оба уже спали и это прям было круто у них сейчас иногда синхронизируется режима их можно уважать в одно время вообще надо сдвигать вот так вот чтобы они в девять спали потому что чаще всего мы укладываемся ближе к десяти не очень мне это нравится потому что арина потом хочет долго спать артемий все равно что это привычные 730 в итоге не высыпается потому что как я уже говорила он жалором надо их вот так вот такой их в 9 уже второй день подряд я их так укладываю вообще все супер так что у меня есть время на себя уложила его тоже не знаю сейчас наверное 10 уже есть я просто я пошла на кухню перекусила посмотрела по своему дневнику питания просто записываю сколько порции чего я съела в плане углеводов белков и жиров на глаз это все определяю вот поняла что не хватает белков пошла выпила йогурт кислый при кислый без сахара беру сейчас йогурты либо же греческий этот йогурт такой ну вот я беру либо питьевый либо греческий йогурт его ложкой ешь и добавляю всякие фрукты и орехи и семечки вот так вот то что сегодня сладкого у меня снова не было был один кусок цель или не было или это вчера был да цельнозерновой хлеб это я вчера ела да точно было дело сегодня не ела вообще хлеб абсолютно так и живем и вот я сегодня позанималась так классно у меня потом ноги тряслись прорабатывал их так что сегодня был суперский денек много чего сделала отдохнула маму очень много времени занималась с артемием и за оришкой тоже там присматривала когда мне надо было потому что еще сегодня работала вот в общем она сегодня бабушкой по полной у нас работала арина такая так не так уже подползет так при прижмется к ней и любит маму мая детки спят у меня тут арина на этой час камеры перестроиться не хочет вижу я оришку и вообще сегодня в одном подгузнике уложила потому что в доме все еще очень жарко вот кара камера пишет двадцать четыре с половиной градуса это открытое у меня окна двери я вам сама тут сижу в одной футболке на лестнице на крыльце долго температуру это держалась ну все завтра еще денечек теплым потом уже так жары никакой не будет лето потихоньку заканчивается но это лето не знаю как у вас но у меня она настолько насыщенная я получается месяц прожила на даче но с перерывами туда-сюда очень много гуляла в центре с друзьями встречалась на праздники и всякие ходили короче у меня прям такое ощущение что куча всего произошло это здорово не даже не рассчитывала на такое разнообразное лето но я рассчитываю на не менее активную осень а зимой там новый год единственное меня беспокоит я не знаю как зимой с горными лыжами будет потому что ришка еще маленькая не трудно оставлять ну очень запарно горнолыжные курорты теперь стали от нас дальше чем были это крайне неудобно все и я вообще пока не определилась чё и как мы будем делать будет ли артемий регулярно заниматься или нет я подумала что на кроняк можно как бы пропустить один сезон там вот и уже просто следующем потом вернуться но когда арине будет три года мы ее уже поставим на лыжи однозначно и там уже все будем кататься и я как на работу опять начну ездить на этот склон два-три раза в неделю боже мой что это такое это по центральной линии едет судя по всему трактор ой трактор господи мотоцикл или мопед и вот так вот слышно хотя у нас по счету какой дом от третий дом а по счету у нас от централки кстати были вопросы что такое централка у нас как бы в нем не знаю мне кажется так стандартное расположение домов в садоводствах ну в общем идет центральная улица централка и поперек нее линии 1 2 3 там и так далее и на этих линиях соответственно дома находится вот и мы живем на одной из таких линий централка вот она за асфальтированная линии у нас просто обычные грунтовая скажем так у кого у кого какая линия кто чем ее засыпал у нас колодит линия сейчас из колдобин состоит в основном такие вот дела хорошо так посидеть поболтать никуда не свяжет сейчас я намазюкалась всеми своими кремами и я пойду наверное немножко помонтирую видео для инстаграма и буду книжку читать я читаю я забыла как называется господи все из головы вылетел я не скажу сейчас короче это классика английская потом скажу потому что у меня совсем из головы выпало название оно какое-то такое короткое там главный герой его зовут Мартин Иден кто читал напишите в ком в коментах вообще голова в моей дыре ладно все пойду я получать удовольствие от жизни чего я вам желаю и хорошего дня вам желаю или хорошего вечера не знаю когда вы меня смотрите но короче желаю вам такого же хорошего настроения как у меня сейчас и увидимся завтра пока пока пока